Таинственный праздник, самый светлый в году. И, конечно же, хочется каждой маме, каждому папе, каждой семье подготовить этот праздник на самом высоком уровне, чтобы ребеночек поучаствовал в этом большом событии. Можно купить вертепы. Сейчас вертепы продаются в очень многих вариантах. Это и деревянные, и глиняные вертепы, и шитые, и сваленные вертепы. Они могут быть с куклами, могут быть одной единой картинкой. Мы предлагаем сегодня сделать самим вертепы. И куклы самые простые. Вертеп, который около нас стоит, он большой. Он сделан из коробки. Обыкновенной коробки, которую, в принципе, можно найти в любой семье. Он витражный. Витраж бывает на стеклах, а бывают бумажные витражи. Мы вырезали основу Рождества Христова и заклеили это калькой. Туда посадили барашков, овечек и сделали кукол для всего рождественского действия. Вертеп – это пещера, в которой могут укрыться разные животные с пастухами. И в которой однажды произошло самое значительное событие на Земле. И это событие мы вспоминаем и проигрываем каждый год в Рождество. Но для этого мы должны сделать с детьми главных героев действующих лиц этой истории. Там есть и пастухи. Это два пастуха. Вот мы сделали такие с ульяны пастухов. Это три волхва, три царя. Они у нас сейчас без короны, но мы им обязательно сделаем короны. И это, конечно, злой, страшный царь Ирод, который всегда был уверен, что только он царь, а не кто иной. И говорят про него, куда трон, туда и царь, куда царь, туда и трон. И он постоянно топал ногами, кричал и все постоянно требовал. И у него всегда ползали из носа. Да, по нему ползали червяки, оказывается. Представляете? Червяки были из... Изо рта, из ушей, везде лезли червяки. Это еще при жизни, кстати, царя Ирода. Это уже было подтверждено. Видите, какой даже коварный, противный царь Ирод в то время правил. А еще у нас есть такой персонаж, как женщина с ребенком. Как ее зовут? Мария. Нет, ее зовут Рахиль. Да? Потому что главный действующий персонаж у нас, конечно, Мария с ребенком. Но ее, как правило, не делали. Ставили иконку или могли какой-нибудь рисунок с ребенком нарисовать. Но, как правило, ее не играют. Да? Так вот, у нас есть еще персонаж. Это Рахиль с ребенком. Ну что ж, приступим к работе. Итак, нам нужна ткань белого или серого цвета. Нитки и ножницы. Берем полоску ткани, складываем края вовнутрь и сворачиваем. Сразу скажем, что схема изготовления кукол одинакова для всех. Отличаются герои друг от друга нарядами и, конечно, теми внутренними качествами, которыми вы их наделите. Делаем так называемую скрутку. Если вы смотрите наши программы, вы уже успели освоить этот метод. Складываем пополам нашу скрутку и сразу же обозначаем голову куклы. Просто отступаем от сгиба сантиметров 5. Обматываем ниткой, затягиваем и завязываем на два узла. Получается голова и основание куклы. Для рук берем еще одну полоску ткани. Точно так же делаем скрутку. Складываем пополам, но уже завязываем узлом посередине. Вкладываем в основание куклы, сворачивая ручки кольцом. Узел оказывается спереди. Лишнее обрезаем и закрепляем руки внутри основания нитками. Завязываем на поясе и крест-накрест за головой. И опять же вокруг пояса. Субтитры подогнал «Симон»! Можно сделать ручки короткими. Не завязывать их узлом, а просто вставить скрутку в основание куклы и закрепить нитками крест-накрест. Дети очень быстро осваивают эту технику. Конечно, если вы им помогаете. Основной проверкой мелкой моторики становится умение вязать узлы. Современным детям почему-то это удается с трудом. Субтитры подогнал «Симон»! Вот такие куклы у нас получились с разными ручками. Это может быть пастух, это может быть царь, волх, которые идут с дарами. Вот мы накидку такую сделаем вот из этой ткани. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мы делаем нашим волхвам короны. Из обыкновенной картона вырезаем корону и скрепляем ее. Пока я буду делать корону для волхвов, Ульяна сделает овечку для нашего вертепа. Складываем пополам лист бумаги, Рисуем фигуру овечки, она у нас будет стоять, и вырезаем. Итак, вырезаем силуэт овечки и обклеиваем ее шерстью. Можно приклеить комочки из ваты или из салфетки. Эта работа под силу даже трехлетним малышам. Отрываем мелкие кусочки салфетки, комкаем их шариком и приклеиваем. У нас все куклы готовы, можно начинать сказку. Ангел прилетел! Как делать ангела мы показали в предыдущей программе. Найдите эту программу в интернете и сделайте ангела. Прежде чем разыгрывать рождественскую историю, проверьте, все ли герои вертепа у вас есть. Напомню, это ангел, пастухи, овечки, волхвы в коронах, царь Ирод, женщина с младенцем и охранники. Возьмите две палки, сложите их крест-накрест и посередине перевяжите нитками. Итак, когда все готово, можно начинать домашний настольный рождественский спектакль. Рождество Христово ангел прилетел, Он летел по небу, людям песню пел. Все ныне, ликуйте все ныне, торжествуйте дни с Христово Рождество. Все ныне, ликуйте все ныне, торжествуйте дни с Христово Рождество. И ангел светлый предстал внезапно Пастырян в поле с вестью от родной Они поспешно в верте приходят И в яслях бедных Христа находят Волхвы с востока в верте приходят И в яслях бедных Христа находят Главы склоняют у ясли царя Христу приносят дорогие дары Волхвы пошли в свою страну, не зайдя в царство злого Ирода А их он посылал разузнать, где родился младенец Христос, царь царей А царь Ирод злится в своем царстве-государстве, бегает из угла в угол Куда царь, туда и трон, куда трон, туда и царь И ждет все волхвов Где же эти волхвы? Ах, негодные! Воины мои, воины, придите ко мне! По что царю призываешь? Что творить повелеваешь? Пойдите в страны вифлеемские, убейте всех младенцев, сущих первенцев Сделаем! Царю слава добывает, всех младенцев убивает Ирод слава добывает, всех младенцев убивает Ирод слава добывает, всех младенцев убивает Ирод слава добывает, всех младенцев убивает Воины мои, воины, где вы? Всех младенцев переубивали, одна женщина не хочет младенца своего давать Где она? Сейчас приведем. Идите ее ко мне. Вот старый, великий государь, пожалейте моего младенца. Нет, убить его сейчас же. Дайте ему хоть годик ему пожить. Нет, не месяца. Хоть недельку. Пожалейте моему младенцу пожить. Ни дня. Хоть минутку, пожалейте моего младенца. Ни секундочки, воины мои, воины, придите и убейте младенца. Не плачь, Рахиля, зря чада цело не увидаю. Но процветают, но процветают. Не плачь, Рахиль, восстань, Рахиль, твое чадо на небесах у Господа. А в это время Ира-царь спал своим крепким сном в своем царстве-государстве и явилась ему Смертушка. Ой, кто здесь? Это я, Смерт Валяр. Ой, какая ты странная Смертушка. Ой, дай мне пожить еще годик. Не, не дам. Вот ни минуточки. И забрала смерть царя Ирда. До его дела поганы. А у нас Рождество Христовое. Рождество Христово будем прославлять и величать. Калятки петь, да в гости ходить.